А вот новая сказочка Братья Пузини Пришла весна, а с ней пришла беда для зайчика Зайчика звали Капустняк Он жил на краю большой лесной поляны И зимой его нору занесло снегом Но зайчик не унывал Звонил друзьям по мобилке и ел капусту Которой он основательно запасся еще осенью У него для капусты была кладовка Особая боковая нора В дальнем углу которой зайчик приладил мощную пружину Затем он напихал в кладовку кочаны капусты И когда доставал самые крайние То следом выталкивался другой Только бери А весной снег начал таять И нору капустняка стала подтапливать Что делать? Главное, что могла сгнить капуста Так можно остаться и без запасов А до лета, когда пойдет хотя бы морковка Еще далеко Бедный зайчик принялся вычерпывать Воду кружкой и выливать во двор В стене возле телевизора Вдруг открылась дверка И оттуда появился крот Он сразу вступил ногами в воду на полу Поежился и сказал «Так, я мастер крот Что нужно сделать?» Зайчик ответил «Меня заливает» «Верхние соседи?» Спросил крот «Нет», — сказал зайчик «Талый снег» «Так, понятно», — кивнул мастер крот «Но я ничего не вижу Тебе нужно позвать настоящих спасателей» «А кого?» — спросил капусняк «Конечно же, братьев Пузини!» «Добрых песиков!» «Хорошо, крот», — согласился зайчик «А как же их позвать?» «Надо сказать волшебные слова» «Пузи!» «Музи!» И потом три раза хлопнуть в ладоши Крот затворил за собой тайную дверку А зайчик-капусняк Произнес волшебные слова «Пузи! Музи!» В воздухе запахло клубничной жвачкой И просто из ничего Перед зайчиком возникли две собачки «Мы братья Пузини!» — сказали они «Добрые песики!» «Спасите!» — попросил зайчик «Капуста пропадает!» «Обои отклеиваются!» «Паркет вздыбился!» «Не волнуйся!» — сказал один из братьев «Ведь мы, песи, большие носи!» У братьев Пузини в самом деле были очень большие носы И вот они опустили эти носы в воду И начали ее в себя качать, как насосами И пузики у песиков стали надуваться И превращаться в большие пузы Пока каждый из братьев почти не превратился в шарик Тогда один брат закричал «Ой! Я хочу писать! Где тут поднять ножку?» Другой сказал «Бежим на улицу! Скорее! Скорее!» Заторопились братья Пузини Но у выхода из норы первый брат застрял А второй уперся Вытолкал его и выскочил потом сам А в самой норе теперь было сухо-сухо Ведь песи большие носи всю воду носами выкачали Зайчик вышел из норы с ними попрощаться «Спасибо вам, добрые песики!» На что братья Пузини хором ответили «Если беда, зови нас всегда!» «Пузи! Музи!» И исчезли А зайчик стал жить-пожевать И капусту запасать Вот и сказке конец А кто слушал, молодец!